Говорит Трансмировое радио, в эфире программа «Маяк надежды». Я приветствую вас, уважаемые радиослушатели, в студии Ростислав Бабенко. Лицензия на невмешательство. Часть вторая. «Цель человечества – человечность, просто порядочность, просто сердечность» Евгений Евтушенко. «Сыну человеческому надлежит быть предану в руки человеков, грешников, и быть распято, и в третий день воскреснуть» Иисус Христос. Евангелие от Луки. В 2016 году, в феврале, весь протестантский мир вспоминал годовщину рождения Дитриха Банхофера, немецкого лютеранского богослова XX века. Человека, который сумел совместить любовь к Богу, не любовь к политикам, с любовью к ближнему. Он был непримиримым врагом нацистского режима и любящим пастором немецкому народу. Но, пожалуй, самое ценное добродетель – он был готов жить и умереть, что впоследствии произошло, ради тех, кого Библия называет детьми божьими, паствой, прихожанами церквей, соплеменниками. Когда мы слышим о Банхофере, то невольно думаем о том, как в таком человеке могли сосуществовать немецкая принципиальность и прилежность, богословская, порой неподтвержденная писанием витиеватость, христианская жертвенность и простое человеческое безрассудство, но граничащее с альтруизмом и героизмом. И убеждаемся, Бог определяет нужных людей в нужный исторический отрезок. Сегодня, когда Украина переживает войну, остро ощущая каждое ее прикосновение к своей территории, той, что кровоточит горем и смертью, немецкий богослов и его мысли стали более чем актуальны, а пример пастора символичным. Апостол Павел писал пастору Тимофею, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Нацистская Германия во всей своей красе проявила все то, о чем пророчески писал апостол. Но Дитрих Банхёфер почему-то не удалился, а напротив пожелал остаться со своим народом до конца, не воспользовавшись своим правом на невмешательство. Символично. Но вместе с его смертью фактически и окончилось участие Германии во Второй мировой войне. А дурманенный идеей расового превосходства немецкий народ сам исторгнул из себя Банхёфера и его идеи, его помощь. Но этим самым Банхёфер и влюбил в себя немцев. Еще один символичный парадокс. Пришел к своим, но свои убили его, чтобы потом возвеличить и превознести. Так размышляет о немецком богослове Виктор Хаустов, пастор украинской лютеранской церкви. Потім остання проповедь, це ж в неделю його, здається, стратили. І якраз він взяв проповедь Ісайю 53, 4, 5, 6 про те, що Господь поніс всі наші гріхи. І що його ранами ми сілилися. Тобто це серце Євангелія, серце Писання. Тобто при тому, що він був зацікавлений в якихось дивних речах богослові, при тому, що він тяжів до якогось соціального, може навіть не Євангелія, а соціального участі, за великий наглес на цьому соціальному було у нього для церкви, все ж таки його приватні стосунки з Богом мене надихають. Одна з останніх фраз, яку він сказав, коли його вже забирали гестаповці, чи хто там в констаборі, він сказав, очевидно це кінець, а для мене це початок нового життя. І початок нового життя, і звісно це перегукується з посланням святого Павла до Филипіян. Филипіян 1, 21. Бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. І так само лікар, який служив в констаборі, він засвідчив, що він за скільки багато років в праці в'язничним лікарем, він не бачив такого спокійного прийняття смерті, так як Банхеофер помалився і пішов на ешафот. Це прекрасно, просто прекрасно, і це справді надихає. Я, окружений силами благими, под сенью светлых і незримых крыл, С друзями быть стремлюсь, хочу быть с ними, хочу, щоб с ними грядущий год мене соєдинил. Смущають сердце давній печалі, як будь-то ад придумав ці дні. Дай Бог, щоб ми чуть-чуть смелее стали, прошу, Господь, спаси і сохрани. Но вместо утішенья і покої даєш нам чашу горесть і земних. Ми примем подношення любої із ласкавих і добрих рук Твоїх. Ти нам однажды рай подариш знову, диханням света унічтожив тьму, І ми, оставив помыслы білого, воскреснем вдруг по слову Твоєму. Мерцають свечи, ярко умирая, Прид їх лучами отступає мгла. Но я мечтаю, щоб любов святая В сердцах огнем всесильним расцвела. Всегда хранима силами благими, Ми кожний миг под сенью светлых крыл. Ти создав дни, і що дається імі? Спокойно приймати благослові. Знов таки, Господу потрібні християни, які поклалися на ньому, І Господу потрібні пастирі. І те, що Він в останні ці години опікувався іншими, Підбадьорив їх. І Підбадьорив словом, і Підбадьорив, що дуже важливо, Своїм прикладом. І при чому це не було якийсь таїцизм. А як я вірю, особливо бачу по цьому віршу, Це було просто із серця. Просто було із віруючого серця. І я радіюся й дитячій вірі. Просто дитячій вірі. І нам не треба знати всі. Це добре, коли пастир знає біблійні мови, Гарно може все пояснити. Гарно, коли християнин читає багато літератури цікаве, І глибоко знає біблію. Але в своїй основі нам потрібно те, Що ми вчимо діток, наприклад. Христос любить тебе. Ісус тебе любить. Він в своєму серці живе. І дуже часто можна бути прекрасним таким проповідником, Але по суті політруком таким. Який викладає, А потім сам перед смертю... Преподавателем семінарії. Преподавателем семінарії можна бути, так. Я думаю, Юда був гарним богословом, Мабуть, був одним із кращих учнів, я думаю, Господи, інакше він не був би скарбником. А потім, коли приходить час випробування, Ти вже без своїх регалій, Без свого такого великого якогось багажа, А просто ти і Господь. Кто-то сказав, що історія імеє свійство ходити по кругу. І от, в очередной раз, Ми стоїм перед вибором, Который однажды возникал і перед нашими отцами, І перед нашими прародителями, Перед немецким богословом. Церковь і війна. Як і де бути? Где наше місто? Ми нашли решення, Ответили на цей вызов. Так же неоднозначно, спорно, Возможно, с такой же поспешностью, Як і Дитрих Банхєфер. Но ответили. Павел Шварц, пастор немецкой лютеранской церкви, Поделился своими размышлениями. В наше время мы можем заметить Такую интересную тенденцию, Что церкви, которые исповедовали пацифизм, Вдруг стали делать капелланов. Это удивительная на самом деле вещь. Я до сих пор теряюсь в богословской аргументации. Дело в том, что традиционные церкви С этим не имеют проблемы. Так как в традиционных церквях, Ну, я имею ввиду там православная церковь, Римно-католическая церковь, То есть так построено и богословие, Понимание, что эта война является Одною из неизбежных последствий греха в мире. А служение в армии, Защита своей Родины является, Ну, просто, как бы, такой необходимостью. Не, здесь нету ничего такого, как бы, святого, Да, там, святые какие-то войны. Это тоже, как бы, больная тема христианства, И не только. Но здесь просто, как бы, Есть такая природа мира, И есть какие-то вещи, которые должны быть. Ну, так же, как и профессия не только военного, Но и полицейского, В конце концов, и врача, Потому что болезнь является последствием греха. Ну, и многие-многие другие. Но, Церкви, которые рождаются тоже в 16 веке, Как, например, Анна Баптисты, Представителем которых, например, будут Менониты, Или там другие, Появляется идея пацифизма. Можно было бы долго говорить, Как идея пацифизма там вообще проявлялась в христианстве, Когда она появлялась, Когда она исчезала, Какие были мотивы. Но, Несколько веков, Ну, например, Например, Евангельские некоторые, Там, Баптисты, Еще Менониты и так далее, Они придерживались довольно-таки Пацифистического подхода. Не все. Это все, конечно же, Зависит от разных локальных церквей. Церкви там, Которые появляются в 19 веке, В 20 веке, Это как бы адвентисты, Пятидесятники, Позже харизматы, Так называемые, И так далее, и так далее. Тоже, как бы, Часто есть именно этот присущ пацифизм. Ситуация, когда Это дает возможность не идти в армию, То это даже какая-то выгода есть. И некоторые думают, Ну, да, в принципе, Я себе там лучше дома посижу, Там что-то поделаю, Какую-то альтернативную службу, Но не пойду в эту ужасную армию, Где-то не кормят, бьют и так далее. Но, Все меняется, Когда приходит война. Приходит, как бы, Ситуация кризиса, И есть несколько разных, Как бы, Позиций. Ну, Можно просто, как бы, Говорить, что война, Это не относится к нам. То есть, как бы, Это, как бы, Украина не к нам, Как бы, Вообще, как бы, Мы здесь не при делах, Давайте там любить друг друга. И есть такая позиция до сегодняшнего дня, Она, ну, может, Не такая большая в Украине, Но присутствует. Что, вот, как бы, Там, Где-то там в стороночке мы отсидимся. Что, конечно же, Например, Банхоферу было очень чурно. Потому что это Одно из ключевых и знаменательных Вещей для него. Или же вторая позиция, Что надо что-то делать. Ну, и так, Очень большая часть общества У нас включилась в помощь солдата. И это уже родило Какой-то такой диссонанс. Но можно ли помогать солдатам Или нельзя? У нас тоже были Такие дискуссии в общинах некоторых. Ну, потому что, Все-таки солдат В данном случае Он реально идет убивать. Это уже ты Никак не расскажешь, Он идет там Машины чинить Что-то в этом роде. Он идет убивать. И убийство Это как бы Или Убивать другого человека Защищая свою родину Или себя Виски Это является Первостепенной значимой Солдатам на самом деле. То есть По-разному можно это объяснять. Но Такова правда. И Следующая вещь Это капеланство, Которое появляется То есть желание Как-то еще больше помочь. Понимая о том, Что Солдаты Особенно в Украине Не справляются с кризисом, Которые Там чувствуют Психологическая нагрузка Ну Это ни для кого Не секрет. Тем более, Что в большинстве Наша армия Составляет С добровольцев А не с профессиональных Солдатов То есть Как бы Воспитанных Годами Или из Мобилизованных Неподготовленных Абсолютно И не имеющих Желания Людей Не имеющих Желания Не умеющих В конце концов Воевать Которые не умеют Справляться с Экстремальными Нагрузками И так далее И так далее Даже для профессионального Солдата война Это все равно Является Довольно-таки Большим Как бы Таким Кризисом Или Вызовом А если Речь касается Ну просто Мобилизированных Людей Или даже Добровольцев То это Заканчивается По-разному Поэтому Ну хорошая Инициатива Что цель Также Решили Как-то Помочь Во время Своего Заключения Банхёфер Много писал Своим Друзьям Он прославился Именно Письмами И документами Из тюрьмы Последнее Время Он писал Много Загадочных И сложных Идей Его смерть Оказала Двойной Эффект На всех Кто его Любил И знал Она не Позволила Ему И далее Развивать Его мысли Из которых Некоторые Явно Носили Небиблейский Характер И в то же Время Принесла Ему Славу Мученика Один Из его Современников Вспоминает Банхёфер Оставил Позади себя Незавершенные Лозунги Как шипы На наших душах Чтобы держать Нас В благотворном Волнении Виктор Хаустов Говорит Чесно Кажучи Не так Богослови Потрібні Потрібне Систематичное Разуміння Систематичное Богословие Пастерское Богословие Дуже Потрібно Ми повинні Знати Главні Доктрини Біблії Щоб Доносити Їх людям Щоб Люди Не наступали На граблі І не повторювали Помилки Маріанців Ким Є Господь Ісус Христос Тобто Не треба Кожному До цього Біблії Плутатися Доходити Коли Уже є Катехизис Коли є Уже Спадок Отцівського Богослов'я Так само Середньовічного Реформаторського Богослов'я Ну і Такі інші Речі Але Зазвичай Якийсь Особливий Внесок В богослов'я Коли я читаю Особливо Про богослов'я Останніх Двох століть Дуже часто Це якісь Або єретичні Або ліберальні Ідеї Які відходять Від Слова Божого Я думаю Нам з вами Достатня Тих викликів Які є В сучасному світі Щоб адаптувати Те що Бог нам дав Заповіді Як нам поводитися До цих Обставин Що Те що я читав Про Банхофера Його ліберальне богослов'я Ну воно мене Чесно кажучи Спантиличує І я Пригадую Таку популярну У нас приказку Що Богу не потрібні Богослови Богу потрібні Пастрі І для мене Банхофер В першу чергу Християнин І пастор Сповідник А не той Ліберальний богослов Який говорив Про Так званий Повнолітній світ І знаєте Мені оцей Повнолітній світ Що він нагадує мені Повнолітній світ Якому не потрібен Бог Або Возьмем Молоду людину 16-й год Повнолітні Ну 18-й Не знаю Формально так Формальна повнолітня Яка Чи закінчує школу Чи ще ходить В старші класи Чи йде в університет Яка говорить Тата, мама Я вже дорослий Не вчіть мене Не читайте мені моралі Я вже знаю Що мені робити Коли мені приходите додому З ким мені зустрічатися Як мені поводитися З дівчатами І так далі Але потім Все Упирається в те Що цій дитині Треба дати Гроші на те Щоб дівчину Зводити в кафе Що потім Щось стається І ця людина Наче як повнолітня Не може вирішити Самостійно ці питання А потім Кінець кінцем Закінчується Все тим Що, наприклад У людини снід А вона волає Боже, якщо ти є Чому ти допустив Такі страждання Для мене особисте Це був час Другої світової війни За ці 50 років За пару десятиліть Дві жахливі війни В Україні Якщо брати ближче Три голодомори Жахлива війна На сході цивілізації Там також вона трошки Китайська Корейські Японські стосунки Там жахливі Також були речі Подивимося далі Повнолітній світ До чого Кампучія Тільки там 30-40% населення Просто знищено Було в одній країні Тобто ніякий Він не є повнолітній І це просто показує Взагалі Показує, наскільки Ми Бога потребуємо Тобто для мене Він християнин Сповідник І пастирь І мені пригадується Те, що я от перечитав На сьогодні Його останні місяці Які він провів У в'язнені Бенхіфер, виросший В світській сім'ї І займавшийся Весьма світським ділом Заговором проти Гітлера Которе нікогда би не було Одобріна церков'ю Він дуже хоро знал Тогдашній світський мир Він понимал Якщо він не пойдет в мир Напомінає о Богі Тот навсегда Вытеснит Бога Із науки Образовання Іскусство І даже етики Павел Шварц Говорит Людям, які не знаходяться В даній ситуації Легко можна сказати На основі писання Не треба було так делать Ну, тому що Бог не призывает Надо було молиться Пастіться, але не участвувати в цьому В принципі то, що Банхофер Погибає не за свою веру Це ж надо сказати Це прежде зіло За, він погибає За заговор За участие в заговорі Ну, тому що за цього Його казнят Офіційно 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 Конечно же Составляючей Этого участия Була Його вера Но Чтобы Понимать Поэтому Как бы Когда говорится О мученичества Вере То Это Здесь Два этих Разных аспекта Которых Как бы Надо учитывать Когда он Присоединяється К исповедуючій церкві Это однозначно Мы говорим О том Что Как бы Он несет Некоторые страдания Терпения за Христа Но Если речь касается Присоединения К заговору И Как бы Самого Исполнения Смерти То Де Юре Это все-таки Является Последствием Как бы Политического Хода Он Присоединяється К заговору И его за Этого наказывают Не за веру Наказывают Хотя Его присоединение Конечно же Там Играет Ключевую роль Его вера И Здесь Играет То Что я Говорил Что Именно Невозможность Быть равнодушным К тому Что происходит Невозможность Соглашаться На то Как есть С преследованием Еврея Убийством Евреев И других Других Каких-то вещей Поэтому Появляется Исповедующая Церковь Поэтому Он Принимает Решение С нашей Перспективы Когда нам Не надо Принимать Такое решение Конечно Мы можем Сказать Что оно Было Ошибочным Но Будучи На его месте Я не знаю Как бы Я поступил И думаю Что Если бы Христианин Положил бы Каждый Христианин Положил бы Руку на сердце То Ответ Был бы Таким же Вот Банхофер Является Известным Богословом 20 века То мы Также Все должны Как Банхофер Участвовать Во всех Революциях Во всех Войнах И так Далее Тем более Если вы Увлекаетесь Историей То должны Понимать Что К сожалению Революции Не всегда Так Идеальны Как они Нам Кажутся В начале И Во время Революции Когда ты Внутри Находишь Французская Революция До Сегодняшнего Дня Эта тема Во Франции Не пользуется Популярностью То есть Нельзя Писать Критические Книги По этому Поводу И так Далее Она Не была Такой Прекрасной Чего Стоит Например Событие В Антуе Или Вандее Даже точно Напомню Как это Называется Область Которая Воспротивилась Том Что Решили Убрать Какие-то Церковные Институции Церков Монахов И так далее Это При том Что Это Вантуе По-моему Называется При том Что Эта Область Во Франции Не была Очень Религиозная Но Просто Когда решили Забрать Беспроса Они сказали Ну как Подождите Мы Не на это Не согласны И началась Война Очень жесткая Война Но обычно Об этом Не вспоминают Потому что Это Противоречит Тогда Мифу Революции Каждая Революция Это Люди Которые Имеют Доброе Побуждение Люди Которые Имеют Меркантильные Побуждения И обычно Как это Говорится Что Те Идейные Погибают А те Которые Имеют Более Меркантильные Выживают И зарабатывают Ну а Если Начинаешь Воспевать Какие-то Святые Воины Еще Что-то Такая Тенденция Даже Есть У христиан Когда читают Писание И тогда И Банхофер И Лютер И другие Как бы Для нас Становятся Сказочными Героями Которые Такой Как бы Взяли Там Флаг И побежали Там На передовую В то время Когда Они Обычные Люди И Помня об этом Мне кажется Мы можем научиться Гораздо Больше Помня то Что он Обычный Человек Который Написал Много Интересных Книг Много Умных Мыслей Сказал Оставайся Обычным Человеком Слабым Грешным Человеком Что можно Уйти в его Стихах Молитвах Он Принимает Трудные Для себя Решения Быть может Не всегда Правильные Так же Как в жизни Каждого Из нас Правильные Они становятся Тогда Когда он Рядом С Богом Виктор Хаустов Считает Что у Каждого Человека Свой Путь За который Тот Будет Отвечать Перед Богом По-перше Хтось Говорит Что Может Він И не Брав Участь Ну Схоже На Те Что Брав Участь Принаймні Він Інформував Спротив Був Агентом Псевдо Агентом Як Говорять Його Родич Так Начато Завербував І Він Міг Їздити За Кордони Таким Чином Підтримувати Протинасистский Рух Ну Чесно Кажем Для Мене Особисто Для Мене Особисто Це Уже Проблема Тому Щ Часів Лютера І По Біблії Показано Що Поклик Пастиря Це Особливий Поклик І В першу Чергу Він Має Годувати Отару І Коли Вже Починаєш В політику Входити Там Уже Дуже Легко Зійти На Манівці Тому Я Як Лютеранський Пастир Все ж таки Дуже Обережно До цього Ставлюсь Можливо Це була Якась Унікальна Ситуація Бог Може Поставити В таку Унікальну Ситуацію Знаєте От Як є Віручі Які Вважаючи Ніяким Чином Не можна Брати Участь Ні Військових Діях Ні Вбивати Людину Ні За яких Краще Самому Загинути І Знову Таке Це Ну Ми Трошки По іншому А Дуже Легко Може Попасти Бог Може Поставити В таку Ситуацію Коли Треба Робити Вибір Як Багато Літератури Або Фільми Ставиться Коли Ті Люди Які Християни Які Не хочуть Вбивати Ніяким Чином Іншу Інколи Змушені Це Робити Захищаючи Свою Родину Таке Буває Але Банхёфер Він Все ж таки Дагматично Богословський Це Підкріплював І те Що я читав Він говорив Що Проти Тиранії Проти Такого Антихриста Як він називав Гітлер То Можна Вести І потрібно Вести Боротьбу Хоча Він вважав Що Брехня Або Вбивство Воно буде Все одно Гріхом Але За який Треба Каятися Це для мене Дуже Така Проблемна річ Також В той час Були Інші пастирі Наприклад Дуже відомий Популярний пастир Вільгельм Буш Якого у нас читають Його книжки Він також Брав участь Але Незбройно В цьому спротиві Теж Був кинутий До в'язниці На тривалий час Пастир Герман Зассе Був такий І Він також Був Антифашистом Але Він Не взяв Участь В цьому Спільному Русі Тому що Вважав Що Все ж таки Має бути Чисто в розповіданні Він уїхав до Австралії І потім Він теж Виходець був З ліберального Лютеранського Богослов'я Так само Як і Банхіофер І уже Також В Австралії Була семінарія Він там Навчав І залишилась Від нього Спадщина Дуже важлива Для конфесійних Лютеран Як нам Воспринимать Такую Історическую Богословську Фигуру Як Дитрих Банхіофер Он продолжает Говорить С нами Через мемуары Современников І роботи Істориків Ін обязательно Як писал О том Евгений Йовтушенко Придит В 21 век Я понадоблюсь В нем Як в 20 Не разодраный По цитатам А рассыпанный По пацанятам На качелях Взлетающих вверх Он Тодашний Христианин Нового стиля Учил Своих Последователей Молиться И делать Растворять Доктрину В реальной Жизни Его последние Слова Свидетельствуют О его Несломленной Уверенности В существовании Справедливой Жизни После смерти И последнее Что он делал У ног палачей Он молился А ведь Это немало Мы не знаем Как бы Банхіофер Дальше Развил Свою Богословскую Мысль Если бы он Жил Еще Некоторое Время И будет Малополезно Наша задача Подумать Над его мыслями Вспомнить Его дела И постараться Дать ответ На вопросы Современности Самому себе Но уже С точки зрения Нынешних обстоятельств Друзья Наша программа Подошла к концу Ее подготовили для вас Ростислав Бабенко И звукооператор Вячеслав Шевелев Надеемся Что сегодняшняя программа Заинтересовала вас Ждем Ваших звонков И писем Трансмировое радио Почтовый ящик 9393 Город Харьков 61003 Украина Наш электронный адрес TWR Собачка BK.ru Телефон Нашей студии 050 999 99 54 Для абонентов Киевстар 098 35 35 610 Вы можете заказать Распечатку Понравившейся вам Программы Или ее запись На компакт-диске В формате MP3 Наши передачи Вы можете слушать В интернете Параллельно эфиру По адресу TWA-UA.org До новых встреч Мои радиослушатели Через неделю В это же время На этой же волне Божьих вам благословений Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...